Ни для кого не секрет, что от турника и брусьев бывают замечательные раны и мозолей. Сейчас мы обсудим, какие перчатки для чего нужны. Здесь у нас есть брендовые перчатки и хендмейд. Скользящие и удобные на турниках для проворачивания это вот эти перчатки. Вот это с обрубленными пальцами и вот это с пальцами длинными. Эти перчатки удобны в зимнее время. Также можно в летнее время, если вы нанесли какую-то травму или порез на кончики пальцев или в этих местах. Хорошие перчатки, очень у них стабильно и скользящие, в то же время цепкие. Такой материал очень похожий на кожу, очень прочный, приятный материал. Это перчатки без пальцев. Также здесь нашивка в виде замши, но она также как и скользит, так и фиксирует. Очень удобно использовать их при занятиях. Выход силой, солнышко. Ну и все, которые рассчитаны на вращение на брусьях и турники. То есть, они хорошо как эстетично, так и скользяще работают. Теперь такие бюджетные цена на них, воркаут. Это перчатки более летний вариант. Здесь тоже нашита такая в виде замша. Она скользящая, но тоже рассчитана на и солнышко, и выход силы, и такие движения, которые связаны с проворачиванием персета. Вот этот тип перчаток, это для фиксации. Здесь скользящий режим очень такой проблематичен. Если подтягиваться или отжиматься на брусьях, очень удобно. Он статичный хват, такой очень жесткий. Они больше рассчитаны, конечно, для тренажерных комплексов. Вот. Это фирма стейн. Ну, не важно какая фирма, но вот тип перчаток вот такой. Вот замша. Так, а вот это интересный момент перчаток. Он как и скользящий, так и статичный. Все зависит от кожи. Это бюджетные перчатки самодельные, хендмейд. Вот. Шов делал я сам, но, в принципе, вы сами можете делать обычные перчатки, строительные, купленные в магазине. Вот. Кожа, это обувная, можно купить на рынке. А также можно отрезать от старых сапог или же от любого кожаного плаща старого. Вырезается такой квадратик и шьется вот здесь. Очень удобно. Воркаут, пауэрплей, стейн и хендмейд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова